Всем привет! Записываю для вас второе видео о том, как улучшить дизайн макет минимальными средствами. Перед нами макет обложки для поста в Instagram. И давайте для начала посмотрим, что здесь хорошо и что стоит улучшить. Да, очень важно в любом абсолютно дизайн макете уметь отмечать то, что хорошо. Для того, чтобы это в дальнейшем оставить и усилить. Все остальное можно либо убрать, либо докрутить. Ну и давайте посмотрим, что здесь хорошо, чтобы я оставил. Первое, я бы оставил вот это вот изображение. Ну, несмотря на то, что оно заезженное немного и стоковое, я бы все равно его оставил, потому что оно очень классно обтравлено. И потому что оно соответствует теме по сути и по эмоциям. То есть оно усиливает эмоции от дизайн макета. Второе, здесь классная цветовая схема. Вот этот эмергичный оранжевый тоже усиливает эмоции от дизайн макета. И эти эмоции соответствуют теме. Плюс цвет, заголовка хорошо сочетается с цветом изображения. Дальше. Вот этот вот фоновый тоже соответствует по эмоциям теме проекта. Это мягкость, легкость, дружелюбие, открытость. И что еще хорошо? Хорошо выполнена иерархия в тексте. Есть ключевой заголовок, который привлекает внимание. Есть все остальное, которое не отвлекает внимание от заголовка. Это иерархия в тексте. То, что важнее, оно больше. То, что второстепенное, оно меньше. Дальше. Теперь, что необходимо улучшить? Ну, нужно понимать, что вот этот формат, он небольшой. Поэтому он не должен быть загруженным. И здесь можно посмотреть, что благодаря вот этим вот изображениям, их здесь 6 штук, плюс еще 8, а, плюс еще 7 и 8. 8 в итоге объектов, они сильно перегружают формат. Поэтому, если мы уберем эти изображения, то мы не потеряем совершенно ничего по смыслу, но значительно разгрузим дизайн макет. Что еще? По поводу композиции. Давайте строить композицию. Здесь сейчас вот в данном пространстве вот этот вот заголовок выглядит как доминант. То есть он доминирует, он сильнее изображения. Я бы хотел, чтобы изображение было сильнее, чем заголовок. Поэтому я, наверное, немножко уменьшу сам заголовок и увеличиваю изображение. Вот. Готово. Я увеличил изображение. И теперь изображение является доминантой. Доминантой оно является потому, что оно больше и потому, что оно расположено в правом нижнем углу. Это якорная точка. Есть принцип якорных точек в композиции. То есть если хотите привлечь внимание, тогда расположите объект либо по центру, либо по углам. Дальше. Опять же, так как это формат небольшой, то вот такой вот размер, точнее надписи в таком размере, они будут очень сложной в читаемости. То есть их будет сложно прочитать. Поэтому мы их увеличим. Сейчас 20 пикселей. Сделаем 24 для стандартного рекомендуемого размера для инсты. 1080 на 1080. Вот. Стало лучше уже. Здесь заодно перенесем висячий предлог на новую строку. Дальше. Теперь композиция. Компонуем вот это вот все второстепенное. Первое. Расположим вот это название в левом верхнем углу. Опять же, да, это якорный объект в композиции. Ну, ровно как и сголовок. Сголовок расположен в левом верхнем углу, и поэтому он хорошо привлекает внимание. Плюс сделаем вот эти вот отступы сверху и слева одинаковыми. Это правило соответствия отступов формату. То есть формат у нас квадратный, поэтому вот здесь можно сделать отступы таким образом, чтобы вот здесь вот был вписан такой квадратик. Дальше. Вот это. Ну, во-первых, сделаем нежирным, обычным regular. Во-вторых, разрядим немного и подвинем ближе к заголовку. Вот. То есть сейчас вот эта вот верхняя часть композиции, правый угол, выглядит аккуратно, и все здесь правильно с точки зрения иерархии. Но что-то не хватает. То есть вот сюда хочется что-то разместить. Для того, чтобы композиция стала у нас замкнутой. То есть если вы хотите объединить контент внутри формата, сделайте таким образом, чтобы он представлял собой некую замкнутую фигуру. Ну, в данном случае, да, это квадрат. Вот. В принципе, на этом можно и остановиться. Но я бы добавил здесь следующее. Я бы добавил здесь город. Я не знаю, что здесь за город, но это какой-то казахстанский номер. Номер, поэтому я бы сделал вот так. Сначала город, потом улица, а потом в завершении всего телефон. Ну, и я выделил бы телефон. Ну, я здесь просто написал слово город. Подставьте свое значение. Так, ну и телефон вот здесь. Телефон я специально выделил жирным, чтобы лучше привлечь внимание. Дальше вот это вот я располагаю в левом нижнем углу. Это левый нижний якорь. И сюда бы я еще добавил время занятий. Занятия с 9 до 20.00. Ну, или можно там с нулями, можно без нулей. Собственно, на этом все. Пишите комментарии. Обязательно сделайте выводы, какими принципами я пользовался для того, чтобы улучшить эту композицию. И если хотите предложить свой вариант, обязательно предлагайте, потому что это совершенно не единственное решение задачи. Таких решений может быть миллион. То есть очень много. Спасибо за внимание. И до следующего видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok